МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, в эфире Радио Болтком. И сегодня у нас онлайн-встреча на связи со студией в Москве известный российский кинематографист Зоя Кудря. Здравствуйте, Зоя Анатольевна. Здравствуйте. Слышим, связь налажена. Эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия» и в сотрудничестве с нашими коллегами-журналистами из международного клуба «Формат А3». Веду эфир я, Ольга Авдеевич, со мной в студии моя коллега Наталья Захарьят. И сегодня мы будем говорить о русском кино, потому что хорошее русское кино – это то, что объединяет говорящих по-русски зрителей, которые живут в разных странах. И еще раз представляю нашего гостя, Зоя Анатольевна Кудря, автор сценариев таких всенародно любимых фильмов, как «Граница, таежный роман», «Курсанты», «Ликвидация», «Адмирал», «Мосгаз», «Палач», «Ведущая мастерской» во ВГИКе. И первый вопрос у нас такой датский, скажем, посвященный дате. Так совпало, что ровно 20 лет назад, в декабре 2000 года, состоялась премьера телесериала «Граница, таежный роман». Вы – автор сценария этого фильма. Вот скажите, а в чем, на ваш взгляд, секрет популярности «Границы»? И что для вас было важно вот в этой истории донести до зрителей? Ну, вы знаете, важное было самое главное. Мы с большим удовольствием писали сценарий, с большим удовольствием снимались. Актеры – это все, все как один так говорят. И никто не думал ни о какой там, ну, что мы, что-то там завоевали. Мы просто все в удовольствии работали. Я написала этот сценарий, ну, для себя сейчас, я считаю, в рекордные сроки, за три недели. Ну, так надо было. Иначе мы бы не успевали, и нас бы закрыли, и мы бы даже уже ничего не увидели, не услышали. И вообще «Граница» – это главное. То есть это все у нас, нас спас Константина Львовича. Потому что нас, в принципе, закрыли, сказали, что такой армии нет, и вообще такого нет. И только Константин Львович сказал этому проекту быть. И мы, мета вообще даже не имела, ему дали такие катастрофические сроки, за два месяца все снять. И мы все это сняли. Я никогда не видела, чтобы актеры с таким удовольствием снимались. Это просто что-то было. И главное, мы действительно ни о чем не думали. Мы не думали покорять страну, покорять мир. Мы, как бы сказать, все делали для своего собственного удовольствия. И вот это удовольствие, этот кураж, это я уже потом поняла. Когда есть кураж, особенно даже у сценариста, то все получается. И, не знаю, у нас это получилось, и мы сами не знали ничего. Ну, хорошо сняли. Потом вдруг какие-то нам премии стали давать. Мы были тоже весьма удивлены. А потом даже и государственную премию нам не надо давать. Даже у нас, когда нам вручал премию Владимир Путин, то он сказал, что мне все время говорили, посмотри границы, посмотри. А у меня не было времени. А потом я всю ночь смотрела, еще прокручивала любимые моменты. Зоя Анатольевна, а вот сейчас совершенно буквально закончились съемки фильма, телесериала «Седьмая симфония». И вы среди авторов киносценария. Нам очень интересно, чтобы вы рассказали немножечко об этом проекте. А давайте вот я сначала скажу, я получила совершенно неожиданно среди авторов сценарий, потому что весь сценарий был написан мной от начала до конца. И вы знаете, вот есть такая сейчас ситуация страшная просто для сценаристов. Даже это вроде бы как-то у меня имя есть, и со мной особенно не позволяют такие вольности. Но это все произошло. Когда есть воздух, и есть ничего нет, ничего, то вообще охотников писать это нету. Все шарахались от этого проекта, но Гуськов семь лет уже бредил этим проектом, а он вроде бы как считался моим другом. И я решилась на этот отважный поступок, потому что это было невероятно тяжело писать. Поясним, о чем фильм. То есть сюжет – это блокадный Ленинград. Это репетиция оркестра в блокадном Ленинграде. Седьмой симфонии, которая, если вы помните, знаете, она была сыграна так, что Гитлер как раз хотел очень отметить свою победу в Астории и в этот день сыгралась седьмая симфония. И никакого Гитлера не было. Это вообще такая... Ой, ребят, мне пришлось все читать, все изучать, все это копаться. Это была неимоверно трудная работа. Это можно было просто... Как они это сделали? Это невероятно. Я не знаю, что там код снял. Не знаю, даже не хочу смотреть. Потому что у меня просто кровь была в мозгах, и на ванне кто-то писал этот сценарий. А потом выяснилось, что там еще каких-то два сценариста. Пойди плохо на готовый сценарий, что-нибудь там подписать, какую-нибудь фразу и влепиться в автора сценария. Поэтому вот что будет, то будет. Я надеюсь, что код совсем-то плохо не снимет. Вот и все, что я могу сказать. Ну, режиссер, который снимает, снял, да, уже снял эту «Седьмую симфонию». В принципе, он известен таким проектом, общим проектом, который снимали «Союзное государство», «Брестская крепость», да? То есть это... Знаю, да, конечно. Это его проект. Скажите, а... Это «Полный метр». Это было все... Но он умеет снимать «Полный метр». У нас с ним как... Вообще как-то странно мы с ним работали, потому что я писала, вообще никакой реакции от режиссера не было. Я была в шоке, думаю. Обычно никогда не бывает такого. Я спрашивала... «Связь?» У нас пропал звук. Что там плохо? Да. Сейчас, секундочку, мы восстановим связь. Ну, как бы... Алло, алло. В советской манере. Что я должна была там написать современное? Что? Не знаю, потому что... Как я могла по-другому написать, когда я делала в том время? Саня Тене, а заказ на этот сценарий вам сделал режиссер или... Нет, нет, нет. Есть такой Леша Гуисков. Леша Гуисков, который... Ну, я искал мой друг. Я его как бы в границу тогда привела. И мы с ним дружим. И он просто болел этой темой. Он лет 7 болел. И он ее пробил на втором канале. Мы сходили к Антону Златопольскому. И Златопольский, как бы сказать, дал добро на этот проект. А я дала добро на режиссера Александра Капна. Вот так вот. Скажите, вы сказали, что вы изучали множество материалов. Вот что в этом процессе вас, скажем, тронуло очень сильно, наиболее? Вот вы знаете, когда начиналась репетиция этого оркестра, там было всего лишь, по-моему, 12 человек выживших. А надо было собрать весь оркестр. Как вы сами понимаете, это очень-очень много. И он разыскивал по всему блокадному Ленинграду этих... Он нашел евро-челистку среди трупов. То есть, когда людей забирали из квартир, их везли там, знаете, даже как такового морга-то не было. Просто была такая узкая улица, и туда складывались трупы. И кто-то ему сказал, что ее отвезли туда. И он среди трупов разыскивал этого человека. И ее рука шевельнулась, и он ее вытащил из-под трупов. А вся улица была в трупах. И... Виолончелистку, да? Да. И вы представляете, вот таким образом он искал людей, оркестрантов. И в каком они были состоянии. Это было страшно на них смотреть. Ну, вообще, конечно, о чем, если человек труп, его вытащили из-под пяти трупов. Как бы откачали, пытаясь откормить. Кормить вообще нечем. Вот это, в принципе, вот такая маленькая... Маленький эпизод. Ой, я вас не слышу. Алло, алло, слышим. Я заговорилась, наверное. Это вот маленькая иллюстрация к тому, как он искал оркестрантов. И, конечно, когда они репетировали, вы сами понимаете, они падали в обмороке голодные. Но они сыграли, понимаете? Они сыграли. И вся страна слышала, как блокадный Ленинград играет. Зоя Анатольевна, вообще, вот смотрите, в последнее время эта тема блокады в кино очень получилась такой востребованной. Вот сначала была эта вызвавшая скандал комедия Алексея Красовского недавно, когда именно сам факт, что комедию о блокаде снимали многих очень смутил. На московском фестивале «Блокадный дневник» получил гран-при. Буквально на днях обсуждали, что Барак Обама в своем твиттере написал, что фильмы по итогам года он составил свой список, которые его поразили. И туда вошла картина «Дыл», да? Тоже о блокаде. Вот как вам кажется, почему такой интерес сейчас к этой теме? Ну, во-первых, интерес к этой теме, мы единственное, на чем мы сейчас живем, у нас одна хорошая победа, это война. Блокадный Ленинград, честно говоря, был не очень всегда, ну, как бы сказать, не очень об этом говорили. А сейчас это, ну, вот кто, я не знала, не знаю, что там, Красовский снял, и даже я дылду прочитала сценарий, прочитала и сказала, я смотреть это не буду. Ну, не хочу просто. Вот не хочу, и все. И я иногда так думаю, что, когда мне сказали, что я «Седьмую симфонию» написала, как бы старомодную, я думаю, ну, наверное, там они очень хотели, чтобы у нас было парочку геев в этом симфоническом оркестре. Вот тогда он нас сразу сыграет. Я, понимаете, я не знаю, ну, но это всегда вечная тема, вечная. Ну, то есть спекуляции на этой теме недопустимы, да, на ваш взгляд? Нет, ну, наверное, там, знаете, я, там много и людей ели, и люди ели друг друга, но я бы не стала об этом писать, и не стала бы, все-таки это совсем другое. Да. Жанна Анатольевна, а вот вы говорили о том, что во время съемок «Таюжного романа» все были охвачены таким общим куражом, и вот то, что сейчас вы рассказываете о том, что над «Седьмой симфонией» появились какие-то дополнительные еще киносценаристы, а насколько вообще автор сценария имеет доступ к съемочному процессу? Имеет ли он какое-то влияние? Может ли он как-то вместо... Он имеет, если очень сильно, начнет проситься сам на эту съемочную площадку. Более того, какие-то договора составляются, где написано было, что без моего разрешения или хотя бы уведомления у меня, что есть еще другие... Вы понимаете, работа на 8 серий – это 8 часов экранного времени, это очень тяжелая работа. И вдруг появляются люди, что они там придумали, что они там, чтобы заработать какую-то денежку, написали. Я не знаю. Я просто не знаю. Вы знаете, такой труд, он попал в какие-то чужие продюсерские руки. Я... Поэтому... А сценаристов... Если сценарист вышел сейчас вот этот молотой, поймите, от него даже имени не остается. Не остается ничего от него. То есть у нас первый раз, ну не первый раз, уже давно, сценарист – самая такая пропащая профессия. Написал, отдал, деньги получил, а иногда и не получил, и гулял. Спасибо.